Амиру всего шесть, но он уже мечтает о том, как будет заботиться о малышах и помогать маме и папе с недавно появившейся в семье тройней. Иговать, гулять и их коврить. Две сестренки и братик Азалия, Амалия и Али родились чуть больше месяца назад. И вот, наконец, они дома. Но пока квартиру, в которой живут, семье приходится снимать. Мечтами о своем, о своей жилой квартире. Как думаете, будет она у вас? Уверены, что будет. Уверены, ведь сертификаты о материнской поддержке областного и федерального уровней семейство получает в день возвращения домой из рук Сергея Морозова. Государственный сертификат, наименной передал семья на сумму 100 тысяч рублей. Когда они могут его? Вот сейчас получит, дадим. И сразу же можете идти, превращать его? Еще, Сергей Иванович. Соответствующие деньги. Еще один государственный сертификат. Еще на 100 тысяч рублей. И еще один сертификат на 50 тысяч рублей. Это все региональные сертификаты. Перечень подарков на этом не завершается. В итоге, к федеральному сертификату Хамзины в результате многоплодных родов, как формулируется в законе, получают более 1 миллиона 700 тысяч на приобретение своего жилья. Но не только многодетной семье в этот день улыбнулась удача. Впереди у губернатора и начальников министерств большая задача – помощь жителям, попавшим в беду. Именно для этого в регионе регулярно проходит совет по благотворительности, где решаются проблемы, внезапно возникшие у людей. В ходе встречи рассмотрены обращения от семей из Радищевского, Корсунского районов и из Ульяновска. Моему ребенку поставили диагноз смертельный – остеопетроз. В 4 года нам его поставили, вот в марте этого года. И мы обратились в клинику в Израиле, где нам клиника выставила счет более 20 миллионов рублей. И также мы еще в соцсетях ведем сборы. То есть за полтора месяца буквально мы почти 6 миллионов собрали просто по неравнодушным людям. Насколько я знаю, у нас Сергей Иванович очень к таким вопросам относится достаточно отзывчиво. По итогам встречи решено, что семья Горбуновых сможет получить из бюджета и от благотворительного фонда 4,5 миллиона на операцию ребенка. Помимо этого семья уже собрала больше 6 миллионов в социальных сетях. А региональную матпомощь на лечение детей получат еще две семьи и погорельцы из Корсунского района. В ходе совета по благотворительности министр социального благополучия отметила относительно новый вид помощи. Социальные контракты для семей, которые попали в сложную ситуацию и желают изменить ее. Мы давно уже перешагнули результат 2018 года, который состоял из 406 контрактов на сумму 23 миллионов рублей. Данной мерой поддержки сегодня уже воспользовались 249 многодетных малообеспеченных семей, что составляет 43%. В 2018 году таких семей за весь год было 210. Социальные контракты сегодня особенно пользуются спросом у жителей сельских населенных пунктов. А в Собесе напоминают тех жителей региона, кто попал в беду и не может выкарабкаться из сложного положения, ждут в отделениях социальной защиты своего района. Там специалисты проконсультируют и помогут собрать необходимые для решения проблем документы. Продолжение следует...